всех приветствую обзор анализ прогноз криптовалют давайте как всегда посмотрим что у нас произошло в последнее время на крипто рынке посмотрим интересную статистику главные новости и события из мира крипты в конце видео посмотрим график биткоина в целом большинство альткоинов находится в небольшом росте все у нас зеленого цвета вот так выглядит объем торгов за 24 часа наверху снова стейблкойна bitcoin и эфириум монета терра луна которая находилась на самом верху занимала четвертое место не так давно спустилась даже ниже рипла наибольший рост сегодня показывает монета и отекс почти плюс 24 процента наибольшее падение у монеты hex минус три с половиной процента за сутки индекс страха и жадости находится на уровне обычного страха сегодня цифра 26 вчера была цифра 30 произошло небольшое снижение никак не можем выбраться из этой красной зоны то экстремальный то обычный страх вот на этом индикаторе произошло очень хорошее изменение позитив сменился на негатив при этом цена вниз не полетела это хороший сигнал для роста именно такой показатель когда цена находилась либо в боковике либо росла а сантимент был направлен вниз был у нас летом 21 года вот здесь когда сантимент был направлен вниз а цена пошла наверх и только через какое-то время все поняли что это настоящий рост и настроение начали повышаться и улучшаться вот сейчас снижение сантимента дает нам такую же надежду на то что цена пойдет в противоположную сторону то есть наверх за последние сутки ликвидировано почти 43 тысячи трейдеров 42 800 забрали у них почти 163 миллиона долларов 70 процентов из всех ликвидации это были шартисты что неудивительно ведь цена продемонстрировала резкий рост и как мы видим вот здесь было собрано большое количество шартовых позиций и здесь нельзя сделать однозначных каких-то выводов потому что если смотреть предыдущий съем стопов то до ликвидации у нас здесь больше если смотреть предшествующий то ликвидации ниже что-то среднем и в этот раз получили вполне возможно движение наверх будет продолжена соберем еще какое-то количество стопов посмотрим сколько там ликвидности и если его по-прежнему не будет достаточно то можем и сформировать коррекцию собрав ликвидность у лангистов вот так выглядят шартовые ланговые позиции на данный момент за 24 часа ланги практически не увеличились а вот шарты значительно сократились на биткойне минус 16 2 процента вот так за две недели выглядит это в динамике после того как ланги сократились они вновь пошли в рост они росли несколько последних дней а вот шартовые позиции как спускались так и спускаются даже немного увеличили скорость сокращения свой портфель grayscale по-прежнему не покупали монеты за 24 часа все у них в красном цвете все у них продается за 7 дней также все в минусе и за 30 дней кроме монеты файл coin все также находится в минусе вот так выглядит топ криптовалют который обсуждали в тематических пабликах форумах группах за последнее время монеты и в прошлом видео у нас находилась на первом месте сейчас же справедливо ее обогнали биткойне эфириум теперь эта монета находится на третьем месте если же смотреть обсуждение только в твиттере то эта монета также вышла на третье место но вот первые два занимают другие монеты эфириум переместился на первое место на втором месте солана и на чтобы я хотел обратить внимание это на монету шиба которая когда была популярна находилась всегда на первом втором месте теперь она у нас спустилась аж на 5 это дает надежду на то что скоро мы увидим хорошее движение на паре шиба и из детей в прошлый раз была именно такая ситуация когда ее начинают меньше обсуждать когда про нее немного забывают именно тогда она и начинает показывать хороший рост поэтому то что она спускается в обсуждении все ниже ниже это даже хорошо топовый третий кошелек биткоина продолжил распродажу своих монет стандартная продажа минус полторы тысячи биткоинов 21 марта на коррекции этот кошелек три раза покупал 318 412 87 биткоинов и сейчас снова продал на уровне полторы тысячи и вновь произошло это когда мы преодолели локальные максимум стоило монете повторить локальный максимум так снова прошла продажа в полторы тысячи это совсем не означает что мы отсюда пойдем вниз так как мы видели на истории чаще всего продажи не совпадают с пиками они где-то вблизи но чаще всего третий кошелек именно начинает продажи при преодолении пика затем он их просто увеличивает если цена идет выше если же цена пойдет ниже как мы видели совсем недавно он продолжает откупать за последний месяц из-за войны в украине многие как украинцы так и русские покидают свои дома уезжают в другие страны и возникает необходимость обмена криптовалюты на местную валюту в другой стране когда начал записывать ролик только сейчас понял что выглядит это и звучит как реклама но это совершенно не реклама я этот сайт показывал и раньше здесь можно смотреть сколько банкоматов устанавливалась но у них также есть сервис по поиску банкоматов которые находятся рядом и где можно обменять крипту вдруг кому-то пригодится давайте покажу потому что сам недавно начал искать такую информацию друзья у меня спрашивали и я подумал а вдруг кто-то не знает об этом сервисе к примеру сейчас популярное направление переезда из россии в грузию поэтому в этой адресной строке так и пишем грузия отмечаем bitcoin то что нам нужно его продать нажимаем поиск и вот ближайшие банкоматы где можно обменять крипту например в тбилиси ну давайте первый попавшийся details и здесь выдается адрес анна политковская стрит тбилиси джорджия дом 1 время работы какая комиссия что именно можно купить и продать и даже есть фотографии например вот так выглядит банкомат именно по этому адресу это сейчас актуально в большей степени даже для русских у которых заблокированы карточки мастер-карты виза поэтому можно пересекать границу с криптой и продавать ее обменивая на местную валюту вот в таких банкоматах до комиссии достаточно большая но зато у вас будут деньги на руках которые можно потратить в любом магазине если что сайт кое найти м радар и внизу в подвале сайта выбираете find bitcoin и тем не рыбай но мы давайте посмотрим что у нас с курсом биткоину стоит ли вообще покупать или продавать вот такая есть интересная зависимость которая говорит что цена скоро направится просто в ад всякий раз когда мы видели пересечения на таймфрейме одной недели и май 20 и 50 чаще всего происходило снижение цены в 2012 году произошел рост но зато 2014 мы упали на 68 процентов 2018 году после этого мы упали на 53 процента 2020 на 54 и сейчас аналогичная ситуация после которой мы либо поступим как в большинстве случаев и направимся вниз показа снижение около 50 процентов ну либо все это проигнорируем и пойдем наверх но знать о такой зависимости нужно держать голове это нужно снижение здесь все-таки возможно подтверждение движения в противоположную сторону демонстрируют нам вот этот индикатор неликвидного предложения весной 21 года цена полетела вниз и данная метрика также пошла вниз но после этого все вместе развернулись цена пошла наверх и данная метрика неликвидного предложения также пошла наверх и идет до сих пор по ходу этого дела цена и спускалась и поднималась и сейчас снова находится внизу они ликвидное приложение по-прежнему находятся в восходящем тренде это дает надежду то что цена все-таки догонит и также вместе с этим показателем пойдет наверх если Если смотреть здесь и предсказывать какую-то цену, то, например, когда цена сделала у нас перехай, вот здесь, неликвидное предложение также достигло своего максимума, то есть точки у нас совпали. И так как у нас неликвидное предложение уже практически аналогичное движение показало со дна наверх вот до сюда, ну то есть по сути x2 сделала. Из этого можно сделать вывод, что если такое же движение повторит и цена, то от пика примерно в 70 тысяч x2 у нас это 140. То есть если цена будет догонять это движение, то на данный момент справедливая цена биткоина 140 тысяч долларов за биткоин. Данные метрики, что предыдущие, что это влияют на вероятности, которые могут склонить вас в ту или иную сторону при принятии решения. Все люди торгуют по-разному и вот, например, компания Glassnode показывает, что есть четкая разница в торговле азиатов и европейцев. К европейцам также отнесли и американцев. Вот здесь мы, например, видим торговлю в азиатскую сессию. На данный момент на этом флете у нас идут продажи от азиатов. И нельзя сказать, что они здесь правы. В прошлом году еще можно было сделать такой вывод, потому что мы видели, что на пике весной 2021 года на росте они покупали, а на самом пике они наоборот продавали, поступали более умно. Потом дну они откупили, пошли наверх и вот здесь на втором пике они поступили совсем нерационально. Они закупились на хаях. И когда мы полетели вниз, они все сливали в минус. На повторном росте совсем нерациональное поведение. Хотя еще весной 2021 года выглядело все как будто бы они что-то знают. Вот так торгуют в американскую и европейскую сессии. Они же наоборот. Весной 2021 года залетели на хаях, вот здесь все покупали. Нападение все сбрасывали в минус. Однако на втором росте они поступили совсем по-другому. Когда были хаи, они покупали, но уже не так активно. Уже в большом количестве на хаях здесь не залетали. В отличие от азиат. И вот сейчас на проторговке, которую мы сейчас имеем, если азиаты продают, то европейцы и американцы наоборот закупаются. Как можно применить эту информацию? Если у нас американцы и европейцы закупаются, значит на их торговой сессии цена в приоритете должна идти наверх. Вот оно время, когда торгуются азиатские, европейские, американские рынки. К примеру, азиатская сессия. По московскому времени с 3-4 часов ночи. И длится примерно до полудня. То есть, если азиаты сейчас продают, то начиная ночью и до полудня происходит давление цены вниз. Европейская и американская сессия начинаются примерно в 9-10, а американская в 16-17. Вот примерно с этого времени, с 10 часов, наоборот, преобладают в данный момент покупки. И цена с большей вероятностью будет толкаться наверх. Давайте еще посмотрим статистику, которую мы смотрим практически в каждом ролике. Резерв биткоина продолжает снижаться. Снова обновляем мы LAI. Биткоин выводит по-прежнему с бирж больше, чем заводит. Его становится на биржах все меньше и меньше. Хешрейт продолжает идти наверх. Здесь без каких-либо серьезных изменений. Активность майнеров не превышает критических значений с небольшими активностями здесь. И предложение биткоина в профите также находится в проторговке, как и сама цена. Летом 2021 года мы развернулись примерно со значений в 70, 65, 70, 71. Когда мы достигли данных показателей по профиту предложения, мы сформировали разворот. На аналогичных значениях мы находимся также с начала января 2022 года. Ну, по сути, с начала этого года. На данный момент имеем показатель в 70,5% тех, кто находится сейчас в профите. И это неплохой уровень для разворота наверх. В телеграм-канале я публиковал вот этот экономический календарь важных событий. Вчера было выступление главы ФРС Пауэлла. Такое же выступление будет и в среду, завтра. Кстати, вчера Пауэлл намекнул, что процентная ставка может быть повышена в следующий раз не на 25 базисных пунктов, а на целых 50. И рынок, в принципе, не показал никакого-то негатива. То есть в цену это уже вполне себе заложено. Посмотрим, что он скажет завтра. Ну, я так думаю, уже подготавливают к более решительным повышениям этой процентной ставки. Также стоит учесть, что в конце этой недели, 25 марта, это будет последняя пятница этого месяца, будет экспирация фьючерсов, на которой также может быть повышенная волатильность. На биткоине все идет по плану, но давайте посмотрим, что можно ожидать в данный момент на этом графике. Глобально здесь все без изменений. Треугольник ABCDE, предположительно, находимся в волне D, который состоит из трех волн WXY с треугольником в волне X. Этот сценарий по-прежнему актуален. В прошлый раз я рассказывал, что зашел примерно вот на этих уровнях после закрепления надскользящей средней, и цена проследовала наверх. Теперь я перетащил стоп в безубыток, и даже если полетим вниз, никакого минуса у меня по данному трейду не будет. Расчетная зона именно волны Y начинается уже после вот этого пика на уровне 45680. Именно здесь целевая зона ближайшая, но по-хорошему, конечно, бы ее пробить, но это уже не обязательно. Структура будет сформирована и при достижении пика волны W. Закрывать я эту позицию при достижении отмеченной зоны не буду. Я лишь буду подтягивать трейлинг стоп вслед за ростом, если такой будет согласно этой структуре. И если же мы обвалимся вниз и нарушим эту структуру, то выйду в безубыток. Пока для меня в приоритете все так же рост в волне D. А почему мы можем здесь все-таки пролиться вниз? Во-первых, произойти может быть все что угодно. Во-вторых, если посмотреть на S&P, вроде бы все идет хорошо, пробили нисходящий канал. Однако, если переключиться на дневку, мы видим, что рост у нас остановлен вот этой скользящей 200-кой, скользящим мувингом. Именно сюда мы пришли. Вполне возможно, что с первого раза не удастся пройти данный уровень сопротивления. Большая вероятность отката. Однако для меня по S&P 500 в приоритете также рост. Либо мы с откатом пробиваем, тестируем и дальше идем наверх. Либо прямо сейчас пробиваем, тестируем сверху и идем наверх. Рост по S&P 500 у меня также в приоритете. Но еще раз повторю, случится может все что угодно. Поэтому я и подстраховываюсь стопами. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на телеграм. Всем удачной торговли и счастливо!